Всем привет! Мы уже в аэропорту Малаги. Да, нас выгоняют с Морбей, с Малаги. Мы едем в Барселону. Да, сегодняшнее утро мы провели в сборе наших чемоданов, вещей. У нас их оказалось много. Как обычно. Да, и мы взвесили чемодан, нам разрешено только 15 килограмм. Но у нас мотон ровно 15, у нас куча ручной клади, просто миллион ручной клади. Мы летим на встречу студентинским будням. Нас ждет вообще такая жесткая неделя. Веселуха. Даже две. Две жестких недели. Что, пошли? Пошли. Мы приехали как раз за два часа до нашего рейса. У нас рейс 6.25, сейчас 4.25. Мы сейчас идем на стойку регистрации. У нас авиакомпания РНР. У них, как всегда, стойки регистрации находятся в самом неудобном месте. И мы сейчас вот идем, 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 с сумками. И уж наконец-то сейчас взлетим. Только что купила себе кофточку. Пепе. Да, и тут она была по скидкам. Тут еще написано 40 евро, я купила ее за 30. Они забыли скидку повесить. Зря время не теряем. Ага. Мне на стойке регистрации приклеили кетку с информацией про багаж прямо на телефон. Я дал, я показал просто с телефона билет, и он его сзади телефона так чикал. Все вообще не парится, что это телефон или какая-то там другая личная вещь. Просто так приклеил и все. Еще вот мы сегодня ехали в автобусе. Мы заранее купили билеты и забронировали места. Что вы думаете? Мы, конечно же, не сидели вместе. Сидели мы далеко не на своих местах. Второй раз уже. Второй раз. В общем, вывод каков. Тханцы никогда не садятся по местам. Вот как зашел, так и сел. Заставляют их выбирать при покупке билетов. Смысл? Я вообще не понимаю, почему, почему компания вообще этим не занимается. Ну вот уже сервис. Ладно нам сейчас, сегодня вот было ехать там час. Ну а так целую дорогу, когда мы ехали в Малагу, с Барселоны. Мы ехали целую дорогу, у нас был шанс ехать вообще отдельно. Нам просто повезло, что мы нашли все-таки свои места. Как мы нашли? Мы нашли... Мы выбрали. Просто еще фишка в том, что наш багаж вообще ехал в другом автобусе. Потому что автобус, который мы должны были ехать, он был забит. наноту до keine виб countries. Пока я не забиты. Играйте его сейчас, пока не множество стрим东西 на одном food Teams. Малагу розましょう зоно Мы прилетели в наш второй дом, в третий, в третий, первый в Украине, второй в МРБ и третий в Барселане. Мы сейчас ищем метро. Да, ищем метро, и мы будем ехать домой. Домой. Дома. Уууу. Честно говоря, радость есть, потому что мы очень долго добирались сюда. Мы добирались сюда столько, сколько летели. Нам так как-то пусто на душе, потому что мы уехали от родителей. И МРБ было очень клево. Да, и МРБ очень классный город, мы очень понравились. Мы так тяжело добирались. Завтра все магазины закрыты, а у нас холодильники пусто, нам пришлось ехать в супермаркет еще с чемоданом. Мы забыли ключи, мы забыли свой ключ от дома. Дома? Да, мы здесь его забыли. И нам пришлось пойти еще в офис, попросить, чтобы они нам дверь открыли. И мы еще первый раз добирались сегодня на метро. Потому что на метро бесплатно. Да, нормально, но дольше, чем автобус. Мы тут, наверное, 15 брать. Что бесплатно? Да, ну как бесплатно, так как у нас есть проездные. Да, так как проездные это бесплатно. Нам это будет надо, за автобус нужно платить 6 евро в одну сторону. Кстати, мы такие хитрульки сделали так, что с нашими проездными, такими, как у нас с Димкой, у нас на 3 месяца проездной. Можно проходить бесплатно, ну без проблем. А у тех, кто покупает проездные на 10 поездок, им нужно покупать отдельный билет в аэропорт, то есть с аэропорта за 4 евро. Как я говорила, мы зашли в супермаркет и скупились. И сейчас я вам покажу, что мы купили. Первое, что мы купили, это яйца. Два томата. Молоко. О, кстати, очень жирный. При 6% дурности. А что так? Ну, такого не было. Хлеб, который поломался у нас второй. Куриные сосиски. Курочку мы купили. Шоколадку купили. Мы купили два манго. Мы их купили или привезли с Марбелли? Нет, это мы купили. Это все, что мы купили. А еще один там привезли с Марбелли. Сок. Камамбер, мазит на хлебушек. Это Димка захотел. Бекон и кукурузку. А еще у нас чемоданчики, конфетки. Я вам покажу. Одна синьора итальянка подарила нам маскарпоне. Мы еще привезли с собой красную рыбку. Потом мы привезли такую рыбку. Это тунец. Белый тунец. Это турон. Классический. Бонбонес. Конфетки. Печеньки, чтобы сложить елочку. Сложим елочку? Да. Такие трубочки. Сигареты. Сигареты. Марципаны. Я люблю марципаны. В общем, Катя навела садоски и заснула. Поэтому она меня уже от 3.5 оставляет одного прощаться. Увидимся завтра. Спасибо, что вы нас посмотрели. Смотрите и, я надеюсь, будете смотреть. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok